Песня в коллективном исполнении В прошлом году мы принимали ребят в педагогическом университете. У нас было несколько смен именно там. А в этом году на территории Ульянской области еще и Ульянский государственный технический университет встречает ребят. Две смены пройдут здесь и еще одна смена будет в традиционном педагогическом университете. В этом году был добавлен новый трек. Это первая помощь, которая была проведена совместно с региональным отделением Российского Красного Креста. Но и каждый вуз готовит свою программу профориентационной деятельности. Мы все посетили наши факультеты. Мы рассказали им о возможностях, о перспективах предустройства в Ульяновске, о возможных профессиональных траекториях, которые они могут выбрать как после девятого класса, так и после одиннадцатого. Проживали наши ребята на территории университетского кампуса и, соответственно, были обеспечены всем и, с другой стороны, погружены в студенческую жизнь. Участие в университетской смене помогло Софье Стивостьяновой сделать серьезный выбор, определиться с будущей профессией, в планах выбрать одну из инженерных специальностей, которые предлагает Ульяновский государственный технический университет. О богатстве нашего края узнавали не только на мастер-классах, но и на экскурсиях. Мы были в музее самолетов, мы ездили по городу, ездили через два моста, очень интересно, но просто плохо, что на старом мосту пробки. Нас еще на УАЗ возили, очень хорошо, понравилось, особенно мне понравилась машина, там где в разрезе было, там все точно рассказывали, показывали, интересно. В Ульяновске все понравилось, интересный город, особенно Волгу, в первый раз я увидел, куда-то выехал за территорию Луганска. Заводы интересные, фабрики. Также еще мы ходили в поход, и это тоже было очень увлекательно. Мы были рядом с речкой Волгой. Эта поездка в Ульяновск для многих школьников не последняя. За новыми впечатлениями обязательно вернутся кто-то как турист, а кто-то в качестве студента. Екатерина Горбачева, Павел Асланиди, репортер 73.